Я, дитя царя, Он призвал меня в вере Я стою, я творю историю Я, дитя царя, Он призвал меня в вере Я стою, я творю историю Я, дитя царя, Он призвал меня в вере Я стою, я творю историю, Я дитя царя, Он призвал меня в вере. Я стою, я творю историю, Я дитя царя, Он призвал меня в вере. Я стою, я творю историю, Я дитя царя, Он призвал меня в вере. Я стою, я творю историю, Я дитя царя, Он призвал меня в вере. Я стою, я творю историю, Я дитя царя, Он призвал меня в вере. Я стою, я творю историю, Я дитя царя, Он призвал меня в вере. И мы благодарим Тебя, что Ты призвал нас быть на этой финишной прямой, чтобы совершить Твое дело до конца, чтобы передать Тебе приготовленную Твою церковь и невесту. Спасибо Тебе за это. Спасибо Тебе, любимый. Слава Тебе за эту честь, которую Ты нам оказал. Слава Тебе за ту эстафету, которую мы когда-то приняли. Слава Тебе за этот факел в наших руках. Слава Тебе, что тьма расступается, когда Твой факел веры в наших сердцах, устах, глазах и руках горит в Твою славу. И я благодарю Тебя за это, Господи. Слава Тебе. Слава Тебе, вечный. Слава, живо творящий. Слава Тебе, говорящий. Слава Тебе, любящий. Слава Тебе, неизменный. В слове и любви, Господь. Хвала Тебе. 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 А ночью, пусть огонь сейчас опустится на нас. Огонь Славы. Огонь в силу. Огонь, преображающий нас. Спасибо тебе, любимый Огонь, который преображает и делает нас готовыми ко встрече Спасибо тебе, любимый Спасибо тебе, вечный Слава тебе, слава тебе Иосиф послал колесницы за своим отцом А Иисус сам идет на этих колесницах за нами На огненных колесницах Чтобы забрать нас с этой земли тогда, когда мы совершим свое поприще Тогда, когда мы сделаем то, ради чего мы здесь Человек без призвания чувствует себя одиноким Когда не попал в цель своего призвания, чувствует себя неудачно Да, друзья, это образ Когда призвание пропадает или человек не нашел То микрофон остается без этой силы Поэтому для того, чтобы в нашей жизни была сила, призвание Нужно всегда иметь батарейку Заполненную энергией Божьего присутствия Тогда мы будем знать, куда течь, что делать, ради чего мы здесь Спасибо тебе, Господь, что ты показываешь, мы без тебя медь звенящая Я благодарю тебя, Господи, что с тобой мы можем быть глазом неба на земле И мы это делаем Спасибо тебе, родной Мы благодарим тебя, потому что ты когда-то сказал Своё учение через Давида И дал нам знать об этом учении Блажен Кому отпущены беззакония И чьи грехи покрыты Когда-то на одном из мероприятий Давая людям пожелания, благословляя их на предстоящий год Одна девушка вытащила вот этот текст Писания И она так огорчилась Я смотрю на нее, думаю, почему-то я огорчилась Но, наверное, у меня больше всех грехов, раз мне такое досталось Это ее логика А на самом деле, друзья, я хочу сказать, что в этом очень большой смысл Блажен человек, кто не живет под виной Блажен человек, который знает, что он прощен Потому что все согрешили, лишены славы Божьей Больше или меньше, не имеет значения Каждому нужна эта милость, чтобы получить это блаженство Жить и не вспоминать, как и Бог не вспоминает Жить и под покровом Божьим идти по жизни Ведь знаете что? Люди, которые прошли какие-то страницы своей жизни Печальные, болезненные Им не хочется туда возвращаться Но почему-то им кажется, что все на них смотрят и все это знают Почему? Это ложь врага Это ложь врага И потому, говорит, блажен, кому отпущены грехи Кто это понял, кто это осознал, что в этом блаженство И в этом я хочу благословить церковь Я хочу благословить каждого из присутствующих здесь Каждого, кто смотрит нас или когда-то будет присоединен Блаженство примите Примите блаженство прощения грехов Не тащите больше эту телегу Не тащите больше эти мешки Они уже в прошлом Они уже отрезанные И в этом наша привилегия Осознать, что мы прощенный, искупленный и избавленный народ От всяких дьявольских претензий Господь, слава тебе за это В этом учение Давида Или Божье через этого человека сказано Чьи грехи покрыты Они больше не вспоминаются Не стаскивай это покрывало Не надо тебе самому туда заглядывать Не надо никого туда пускать Покрыты И покрыты навсегда Слава тебе, Господь Блажен человек, которому Господь не вменит греха И в чьем духе нет лукавства Слава тебе, Господь Что мы можем сегодня и об этом поговорить Посмотри в наш дух Что там Чтобы не было компромиссности Не было вот этой части лживости Хотя бы в чем-то Никакая скользкая природа Пусть не имеет к нам отношения Когда я молчал Обветшали кости мои От вседневного стенания моего Потому что человек думает Что думкой он может что-то изменить На самом деле Если ты что-то обнаружил в своих мыслях Скажи об этом Богу Не думай, а скажи Господь, я что-то обнаружил И вы знаете, что интересно Чем больше мы идем к освящению Тем больше мы будем обнаруживать И это удивляет Думаешь, как так? Вроде бы я уже столько времени В Божьем присутствии И вдруг что-то обнаружил Это говорит о том, что ты еще шаг сделал вперед Света больше пришло Пыль стала видней Раньше и грязь не была заметна А сейчас пыль видна И слава Богу Потому что, друзья, и в этом Он говорит Блажен такой человек Кто начинает это исповедовать Пред Богом То есть не молчи Не жди, пока кости обветшают Открывай уста И говори Богу об этом Господи, я нуждаюсь в тебе Я нуждаюсь в твоем прощении Исцелении, освобождении Но получив это Наполняйся его природой Не оставайся чистым и пустым Это ненормально Пустота всегда привлекает Неправильный мир А Божий мир надо приглашать Чтобы он заполнил все пустоты Но я открыл Ибо день и ночь Тяготела надо мной рука твоя Свежесть моя исчезла Как в летнюю засуху Но я открыл тебе грех мой И не скрыл беззаконие моего Я сказал Исповедую Господу Преступления мои И ты снял с меня Вину Греха моего Спасибо тебе, Господь Что ты снимаешь с нас Все последствия Зато помолится тебе Каждый праведник Посмотрите, как быстро Только беззаконие и грех А уже праведник Уже праведник Потому что ты открыл Своё сердце Потому что ты назвал Вещи своими именами Зато помолится тебе уже Каждый праведник Мы не идём к его престолу Как грешники А мы идём туда Как праведники Спасибо тебе, Господь Во время благопотребное И тогда разлитие многих вод Не достигнет его Ты покров мой Ты охраняешь меня от скорби Окружаешь меня Радостями избавления Вразумлю тебя Наставлю тебя на путь По которому тебе идти Буду руководить тебя Око моё над тобою Не будьте как конь Как лошак несмысленный Которых челюсти Нужно обуздывать уздой И удилами Чтобы они покорялись тебе Много скорбей нечестивому А уповающему на Господа Окружает милость Веселитесь о Господе И радуйтесь праведные Торжествуйте Все Правые Сердцем Удивительно Как много планов Причём полярных планов В этом тексте Но радуйтесь праведные О Господе И вот при том Что ты праведный Он говорит Не будь как лошак Несмысленный То есть идёт речь Ты слушаешь наставления Принимай и действуй в них Не иди туда Куда привык ходить Не делай то Что тебе кажется справедливым А услышал И иди туда Куда Бог тебя позвал Делай то Что он сейчас поручает Каким бы огромным Не казалось его задание Он тебя там Не оставит в одиночестве Тем самым Хочет показать Я хочу Явить своё могущество В твоей немощи В твоей ограниченности В твоей неопытности Но я хочу проявить себя Я хочу проявить всё Чем я могу стать для тебя И поэтому даю тебе задание Которое ты без меня Выполнить не можешь И в этом друзья И есть суть его задач Он перед нами ставит то Что он сам Очень хорошо может сделать Но почему ты захотел Это делать с нами Чтобы показать В нас и через нас Своё отцовство Свою могущественную руку Свой покров Ангельскую поддержку И всё что есть И всё что у него В арсенале Работает на нас С вами У небожителей Уже нет такой Задачи А у нас ещё есть Покорять вере народы Открывать Дороги там Где их не было Прокладывать эти пути Эта задача не из простых Но она Которые Которые Сегодня Ни политики Решить не могут Ни бизнес Мир не может решить Ни те которые сегодня Как им кажется В теневом кабинете А только усиливаются Проблемы Которые в обществе Нарастают Но у Бога решение От всех проблем Как бы это ни казалось Глобально Но это так и есть И потому Если бы не Остановил Господь Вот это время Тогда Когда ему Этому придёт Момент То не спаслась бы Никакая плоть И мы это знаем Мы это читаем И потому мы просим Чтобы спасалась Каждая плоть Которая пока ещё Ходит в этой плоти Пока ещё дышит Пока ещё видит Пока ещё соображает И может принять решение Драгоценный Господь Вот об этом Мы сейчас молимся к Тебе Об этом мы взываем к Тебе Потому что Блажен человек Кому прощены грехи Чьи беззакония Ты отпустил Блажен такой человек Господи И мы приняли от Тебя Когда-то это блаженство А сейчас мы хотим Поделиться с жителями Санкт-Петербурга Мы хотим поделиться С жителями России Мы хотим поделиться С жителями Близлежащих стран Твоей милостью Твоим благоволением Твоим благословением И вмешательством Во все конфликты Которые сегодня есть В военном плане Когда гибнут люди Когда страждут матери Когда взывают отцы Когда сыновья Оказываются мишенью Господи Наш голос к Тебе сейчас Мы взываем Потому что Ты предупреждал О том Что это будет в конце времён Но сейчас мы просим о том Чтобы милость Твоя Которая превозносится Над судом Она явила Явила Твою благодать Для народа Она явила Твою Отцовскую щедрость Для людей Явила Твою милость Господи Поэтому мы заступаемся За народа Населяющие нашу землю Мы просим Тебя Господи Дай мир Среди войны Дай Господь Милость Среди страхов Мы просим Потому что у Тебя Есть всё это В арсенале И поэтому Дух Святой Когда есть Ходатайствующие То Ты Сказал Что Ты позволишь Нам не быть Лишенными Священства Поэтому дай нам Господь быть Под Твоим покровом Священниками Бога Всевышнего Которым когда-то Был Мелхиседек А сегодня Мы имеем Этот доступ Через Иисуса Христа Быть священниками Бога Всевышнего Я благодарю Тебя Что Ты Нас соделал Царями И священниками Этот статус Мы получили Не потому что Заслуживали Не потому что Зарабатывали А потому что Ты так захотел Я благодарю Тебя Я благодарю Тебя Родной Майгута Лапартера Вита Крида Седер Я благодарю Тебя Что сейчас Особое время Когда важно Заступаться за землю И мы это делаем Мы молимся Чтобы в нашей стране Бедствия Не накрывали людей Мы просим Чтобы люди Прежде чем Это бедствие Придет Возвали к Тебе И получили этот выход Потому что Праведник молится Заблаговременно И мы это уже Прочитали И разлитие многих Вот его не достигнет Поэтому Господи Какие бы воды Не разливались Какие бы планы Дьявол не строил На дне преисподних мест Но во имя Иисуса Христа Ты сказал Помолиться к Тебе Праведник Во время Благопотребное И мы сейчас Имеем это время И потому Взываем к Тебе Мы молимся За землю Мы молимся За народы Ее населяющие Мы молимся За страну нашу Мы молимся За город наш Мы молимся За семьи И за церковь Мы молимся За рода Мы молимся За тех Кто рядом с нами Мы молимся И наш голос Он слышен На высоте небес Благодарю Тебя За это Господь Благодарю Тебя Рави, Груто, Сара, Мерфрида, Блессор. Благодарю тебя, Равира Паратанда, Гетули, Каламанда, Глори, Армира, Виратас. Благодарю тебя, Супира Парат, Равира, Каратенда, Глорис. Благодарю тебя, Сапрада, Виталий, Аламанда, Витули, Каламина, Кинатор. Благодарю тебя, Супервойс. Благодарю тебя, Суперкрайзер. Благодарю тебя, Суперавартера, Пирапирутера, Партера, Вита, Келата, Клэда, Блатастер, Майзер. Дух Святой, ходатайствуй сейчас за землю, на которой мы живем. Ходатайствуй за народы. Господь, если мы на старте молились за себя, то сейчас мы молимся за землю. Сейчас мы молимся за город. Сейчас мы молимся за страну свою. Там, где есть Господь, справедливое ожидание, приди туда и пролезься своим дождем. Там, где есть жаждущее сердце, приди туда. Успокой любой бунт, который поднимается сегодня от безысходности. Успокой любое противостояние тому, что является здравым смыслом. Господь, слава тебе! Спасибо тебе, родной! О, камон, камон, камон! Джизус, камон, камон! Джизус, камон, ту виталапартера, витас и дейзер! Джизус, камон, ту лапс и плот! отец спасибо тебе лохта мантали в отделе колопарта рута сар мир криса кот вои макама нагита лепарта ротас а лапарта райзер кот лавира бирата лапина глейзер всякая буря умолкни ветер перестань майкута лапарта ровита пилата седас мы останавливаем любое бедствие майкута лапарта рута сайдер который не бог производит лепарта рута сонори арвира вираток райзер который является результатом сквернословия который является результатом насилия господь мы приносим покаяние за то что люди делают своем невежестве и мы гасим эти волны майкута лапарта рута сардас мы поговорим блажен народ кому отпущены беззакония грехи покрыты майкута лапарта рута сайбас и да будут господь жители россии в этом числе майкута лапарта ровира пираток рейзер чтобы не пришли волны воздвигнутые когда-то сквернословием против самих же людей майкута лапарта ровира керута крапса тройзер и мы сейчас забираем эту силу от негативных волн мы забираем этот стержень исходя из того что мы приносим покаяние пред тобою господи и говорим помилуй прости жители россии прости господь этот народ среди которого ты дал там жить мы возвышаем свой голос и говорим господи боже сверхъестественным образом с ними пеленус глаз открой глаза и уши покажи господь что значит служить тебе в дарах святого духа что значит войти в призвание что значит быть носителями этого огня о майкута лапарта ровира креда бластас мой топ ладоса отец спасибо тебе слава тебе равира прайса гластос слава тебе что невежество и неверие тает от лица твоего я хочу сказать господь духовный мир не усидит нечестивый в собрании праведника во имя иисуса нечесть и убирайся отсюда вон чей бактор пресст о смогла доблайзер нечестие разного рода нечестия грех� греха нечестие беззакония нечестие проклятия нечестие сквернословие нечестие злословие нечистых мыслей нечестие связанные с поколениями родами нечестие поднимается убирается он отсюда майкута лапарта рэй я щас говорю не только залей и говорю о центре города я говорю об этом городе Нечестие поднимается, как туча И уводится отсюда ветром твоим Уносится отсюда Уносится отсюда Уносится Куда ты отправлял Козла отпущения Пусть туда придет это нечестие и осядет И уйдет преисподние места О май гута лапарта рейс Разоряя врага, откуда они вышли Май гута лапарта равира пирата крейзер Рэпта дата мин камана гюта лепарта Равита пилота санамин крайс Мы объявляем ничтожными все предсказания Гадателей и чародеев Мы объявляем ничтожными всякое действие колдунов Мы объявляем ничтожными всякое действие ворожеев Мы объявляем ничтожными Все то, что дьявол производил на дне моря На дне океанов На дне различных пещер Во имя Иисуса Христа и свершин гор Мы объявляем ничтожными Ничтожными все его жертвенники Мы объявляем ничтожными все постулаты Мы объявляем ничтожными Всякие атрибуты и действия манипуляции Во имя Иисуса Христа И говорим, глаза и уши народа в России открываются, открываются, потому что мы снимаем чужую пелену, потому что мы разрубаем эти цепи рабства алкоголя, рабства одиночества, рабства отверженности, рабства суицида, рабства разного рода. Мы разрубаем эти цепи, и прозрение приходит на глаза. Депрессия, убирайся вон с дороги, потому что народ Бога живого молится о призвании жителей земли, чтобы каждый вошел в свое призвание и получил смысл для бытия, и в этом призвании нашел Господа, призывающего его. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, родной. Благословен Ты, Господи. Благословены Твои дела. Благословены Твои планы. Благословены Твои намерения о нас и мысли о Тебя для нас всегда во благо. И мы принимаем мысль Божью о себе. Мы принимаем мечту неба в свою жизнь. Мы принимаем призвание пророков, апостолов, учителей, пасторов, евангелистов, делателей Твоих. Каждому свою часть Ты определил, и пусть она придет сейчас по призванию. Пусть она засияет. Пусть она сейчас обнаружится новой мантией, призывающей входить в новые территории, осваивать их. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Подставьте руки, друзья. Сейчас в эти руки течет Божья энергия. Она течет для того, чтобы вас, каждого из нас, присоединить сейчас к источнику славы и жизни. Господь, мы принимаем. Мы принимаем сейчас Твои потоки, которые пропитывают нас. Взойди сейчас к Божьему престолу. Окажись сейчас на небосклоне Божественной власти. У нас есть туда доступ, и Он открыт. Поэтому входи туда. Входи прямо сейчас. Послушай, что Бог говорит внутри тебя. О Доча Сапра, витка, в бедото с садами се. Комана Гата, лавита филата плод, суплада в орто садар. Отец, спасибо Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Ты живой. Ты говорящий. Папочка, мы принимаем твои скипетры, твои грамоты, твои послания, твои подарки, твое обеспечение, призвание. Мы все это сейчас принимаем в присутствии Царя Царей. Мы сейчас одеваемся в те одежды, которые в духовном мире видны как одежды власти, как одежды полномочия, которые мы берем от престола славы. Я благодарю тебя за это, Господи. Генерал не будет ощущать себя солдатом, а будет понимать, что он генерал. И наоборот, солдат не будет на себя натягивать генеральскую шапку, а будет расти, преображаться, образ предназначенный тобой. Поэтому я благословляю, чтобы все пришло к соответствию, Господи. Я молюсь об этой гармонии в Царстве Твоем. Я молюсь о гармонии в каждом сердце. Я молюсь о гармонии в каждой личности. Дух Святой, спасибо тебе за вечность, за вечность, за вечность, которая уже в нас стартовала. Спасибо. Ты знаешь нас по имени. Ты знаешь нас по сути. Учи здесь. Друзья, входите в эту реку сейчас. Павел сказал, я течение совершил. Войдите в эту реку. Не просто стой на берегу, войди в эту реку сейчас. Почувствуй ее, свежую воду. Почувствуй сейчас ее омовение в своем теле, в своей душе, в своем духе. О, блесен, Джизус, камана фатер, плежа с прайсом. Сейчас Господь предлагает вспомнить какой-то элемент твоего детства, когда ты радовался в воде. Даже, может быть, это были лужи, по которым ты бегал. Но Он хочет, чтобы ты сейчас вернулся к этой детской радости в своем духе. и узнал, что Отец не просто оставил это воспоминание в твоей памяти, а сейчас достает его, чтобы радость пришла к совершенству. Возлюбленный, сейчас наш дух принимает это укрепление быть детем, детем Царя. Спасибо тебе. Отец, спасибо тебе, что вода, она всегда была от тебя в нашу жизнь пролита. Спасибо тебе за воды бурные, за воды тихие. Слава тебе, что сейчас эти искрящиеся брызги это наслаждение водой в твоем присутствии укрепляет нашу душу. потому что нам не только надо воевать, но и укрепляться в твоем присутствии. И когда мы выходим из этого укрепленного места, то мы сильны, чтобы побеждать. Мы сильны, чтобы не излагать даже одним взглядом, одним словом, потому что власть, она имеет эту способность. И я благодарю тебя за это, Господи. И мы сейчас свое сердце отдаем тебе и говорим, сердце чистое сотвори в нас, Господи. Дух правый обнови внутри нас, и пусть реки живой воды они проходят через нас прямо сейчас, чтобы нам стать этими сосудами, стать этим руслом, стать этим местом, где слава твоя заполняет все до краев. Слава тебе, Господь! Ручьи, Илея, ручьи, Господь, твоих рек и потоков, твои водопады, они текут, о, good last the price! Этот шум, который падает водопадной водой, мы сейчас принимаем, потому что этот шум, он освобождает наши уши от всяких пробок, чтобы нам слышать твой голос, good lapsed, плод, форфира, городарда, грайзер. Мы городские жители, поэтому нам так важно, Господь, уметь переноситься в то место, где есть твое творение нерукотворное, и там оказываться в подкреплении потоков, там оказываться у твоего стола, там питаться от этого стола любимой, гаватанда, гюталипер, тарута, фармис, кей, блэссен, лад, куд лапсед, плод, лайкэн, да витуре, фарафрайда, грайзер. Спасибо тебе, родной, слава тебе, любимый, вечный. Благодарю тебя. Благодарю тебя, что ты говоришь, это не ваша война, моя война, но нам тебя надо просто славить, а войны твои совершаются в победе. Спасибо тебе, Господь, чтобы изменить ситуацию в стране нашей для стопроцентного покаяния жителей, куда важно просто тебя славить и говорить, каждый свой дом, приводит к тебе. Каждый свой поселок приводит сейчас к тебе. Свой город приводит к тебе. И таким образом, там, где люди сейчас молятся, мы уже берем эти земли для тебя, потому что наши ноги, окунаемые в елей, они становятся на эти земли. И ты сказал, место, куда ступит стопы ног ваших, я вам даю. Ты не сказал, что надо тут кровью поливать это место, чтобы его отобрать. Ты сказал, место, куда вы ступите, я вам даю. И потому, Боже, мы ходим по этому городу и мы его забираем для тебя. Мы его забираем для тебя, возлюбленный. Мы его подчиняем тебе, любимый. Петербург, ты будешь спасен. Петербург, ты будешь преображен. Петербург, у тебя уже есть призвание, и ты входишь в него. Ты входишь в город наш. Ты входишь в город наш. Петербург, у тебя есть назначение. И потому, мы сейчас пророчествуем к твоему сердцу. Пришло время скинуть с себя цепи рабства, скинуть с себя бунтарский дух, скинуть с себя все то, что было в прошлом, удерживающее от призвания. И войди в свое призвание полноценно. О, Петербург, Петербург, ты слышишь? Голос церкви. Рот, Фарфара, Тарата, Круда, Тарапарта, Рейзер, Ромена, Гатта, Лапина, Гелота, Кимена, Гатта, Лавата, Садобер, Прайсер. О, Петербург, поднимайся. Поднимайся, город правды. Поднимайся, столица верная. Поднимайся, народ многочисленный, сильный, проживающий и находящийся здесь, как гости. Вы поднимаетесь. Вы поднимаетесь вместе на этом гребне волны божественного призвания. Поднимайся, город славы. Поднимайся, город победитель. Поднимайся, город, знающий свое призвание. Поднимайся, город входящий в божье предназначение. Майгута, Лапарта, Равира, Герата, Кредесет. Арпрадо, Витули, Лапира, Каратан, Деглойзер. Ремена, Гиталипарта, Равита, Перута, Садамир, Крайзер. По улицам этого города течет сейчас река. Река благовестия. Река божественного призвания. Река божественной глубины. Река божественной любви. Она текла и продолжает, и умножается в своем объеме. Майгута, Лапарта, Равира, Креда, Блада, Сурри, Армира, Вирата, Клода, Сара, Меркреда, Сармир, Крайзер. О, Равира, Вирата, Лапира, Кираток, Лейзер. Ромина, Гатта, Лавира, Плиссен, Каванес. Омывай улицы от всякой смертной. Майгута, Салемин, Камана, Гейзер, Готта, Лапарта, Родос, Сара, Метайзер. Пошли, Господь, твоих ангелов сейчас вымывать и вычищать улицы. Все подвалы, все чердаки. Рубира, Крабата, Кюра, Равита, Плода, Берта. Все площади, все каналы, все реки. Робина, Кара, Вирата, Плэжесон, Тури, Рапта, Дейзер. Все колодцы. Майгута, Кабата, Вирата, Клэля, Бирата, Варта, Родосон. Все подъездные. Лемена, Кира, Виталия, Клейсом, Артури, Райзер. Божественный клиник, Клиник, Геви народ. Выходит. Майгута, Камана, Витта, Лапсет. Лора, 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 Дер, Дер, Рей. Мар, Вира, Вира, Рапира, Пара, Тар, Дагро, Дакира, Тарайзер, Глайдер. Отец, спасибо тебе. О, сойди, сойди сейчас своим огнем на жертву. И пусть потом воды живут. Сойди на этот город огнем твоей славы, чтобы каждый пробуждался и звал тебя в свою жизнь. О, хамон. Сойди, сойди. О, хамон, Джисус. Хамон, Джисус. Хамон, Джисус. Команаватор, Рафира, Прода, Лавсет. И пусть потом воды живут. Не иссякает в нем. Мы, дети царя, того чьи глаза, как пламя огня. Мы, священники Бога, творит он огнем, тебя и меня. Я и ты. Мы, дети царя, того чьи глаза, как пламя огня. Я и ты, священники Бога, творит он огнем, тебя и меня. Крестящий духом и огнем. Во славе не сердце мое, и пусть поток воды живой, не иссякает в нем. Крестящий духом и огнем, во славе не сердце мое, и пусть поток воды живой, не иссякает в нем. Мы, дети царя, того чьи глаза, как пламя огня. Мы, священники Бога, творит он огнем, тебя и меня. Я и ты. Мы, дети царя, того чьи глаза, как пламя огня. Я и ты, священники Бога, творит он огнем, тебя и меня. Крестящий духом и огнем, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты помечтал об нашем народе, об этой земле, чтобы навести Твой порядок там, где его не доставало. И потому, Господь, я благословляю сейчас в этой молитве, в этом ходатайстве встать из-за этих событий, которые могут быть спровоцированными разными ситуациями и просто сезоном времени. Поэтому, Господь, я благодарю Тебя, что мы сейчас стоим там, где нам должно стоять, там, где Ты дал нам право стоять у престола славы и быть ходатаями, взывающими о земле нашей, взывающими о стране нашей, взывающими о городах наших. Господь, мы ходатая Твои, которых Ты не лишил священства, а усилил священство через Христа. И я благодарю Тебя, что нам не надо кричать нашему Богу, Ты наслышишь. Ты просто сказал, воззови ко мне. Мы взываем Тебе сердцем нашим, мы взываем Тебе образом жизни, мы взываем к Тебе и днем, и ночью нашим духом. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Слава Тебе! Ты Бог, Который любишь миловать и спасать. Пусть чаша, которая набиралась, как чаша беззакония, будет опустошена молитвой покаяния. Чтобы эта чаша не переполнялась, чтобы потом излиться бедствиями, а была сейчас опустошена, Господь. Переверни ее и выли это зло туда, откуда оно пришло. Чтобы разрушить врата ада, уничтожить штаб-квартиры нечистого мира и отобрать жало у скорпиона и змеи. Я благодарю Тебя, Господи! Я благодарю Тебя, любимый! Что мы не говорим сейчас о человеческой праведности, а мы говорим о Божьей праведности, подаренной нам, чтобы в этом ходатайственном одеянии предстать пред Тобой и говорить с небом, говорить с Тобой, говорить о милости для жителей земли. Пока мы еще здесь, на земле, мы можем просить о милости, и мы делаем это, Господи, и благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Друзья, мне сегодня прислали информацию одну из Германии. Пишет, что один пророк видел сон о России, и он не совсем такой, знаете, расслабляющий, скорее наоборот, что какая-то сильная большая волна идет на Россию, чтобы ввести смуту, хаос и страх людей, потому что начинаются какие-то там переживания, связанные с частыми смертями, страх от этого усиливается. Я так читаю только фрагменты. Просят предупредить, чтобы сегодня в молитве мы сделали пророческий акт. Вы знаете, я думаю, что мы пророческий акт этот можем сделать, когда сейчас закончу вот эту часть, на что мы встаем в этой молитве. Мы можем встать в круг и взять Россию в этот круг, взять у кого есть платки, покров такой сделать. Но сейчас я хочу прочитать те места Писания, которые в моем сердце откликнулись в связи с этой ситуацией. Во-первых, пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон. То есть мы не будем на этом делать до основания. Мы говорим, это сон. А у которого мое слово, тут пусть и говорит слово мое. Вот мы сейчас берем Божье слово. Что общего у Микины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Поэтому мы берем сейчас вот это слово Божье и этой скалой займемся. Займемся всякими. Мы уже занялись, в принципе. Но еще усилим. Слушайте меня острова и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева от утробы матери, назвал имя мое. Вы знаете, у каждого из нас призвание в том, где мы находимся и кем рождены. Раз Он дал нам родиться в этой стране и дал нам родиться для вечности, то Он призвал нас в это время заступаться за ту страну, где мы живем. И поэтому, коль у нас есть такое право, то мы это будем делать и будем как раз говорить, что Ты дал мне родиться в это время. Соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелой изостренную, в колчане своем хранил меня и сказал мне, Ты, раб мой Израиль, в Тебе я прославлюсь. Меня это радует, друзья, что если Господь нас для чего-то родил, то Он хочет нас прославиться, чтобы эта слава на земле явилась. И сейчас я немножко перейду на другую главу вообще другого пророка, потому что это глава, которую я сейчас читаю, 49 Исайя, она там очень много всяких смыслов, но я хочу сейчас посмотреть с вами из Иезекииля первую главу, потому что там идет речь о славе Божьей. Но вы знаете, что меня удивило вот в этом сегодняшнем предложении Божьем? О славе Божьей написана первая глава, а во второй главе он говорит, ради чего он ему это показал. Поэтому я сейчас фрагменты прочитаю с первой главы, чтобы слава Божья покрыла нашу землю, чтобы слава Божья нейтрализовала вот эти замыслы врага. Было слово Господнице к Иезекиилю. При реке Хаваре была на нем рука Господа. Я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из среды него как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие четырех животных. Таков был вид их, облик их был, как у человека. У каждого четыре лица, у каждого четыре крыла, ноги их, ноги прямые, ступни ног их, как ступни ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их на четырех сторонах, их и лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Чуть-чуть пропускаю. Шли они каждый в ту сторону, которая пред лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. Животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. Смотрел я на животных вот на земле подле этих животных, по одному колесу пред четырьмя лицами их. Вы знаете, это видение, оно всегда как-то составляет туда погружаться. Да не можешь его просто так вот прочитать. Оно сразу как-то тебя захватывает, ты пытаешься понять, что это, как оно двигается, каждый в свою сторону, но все в одном направлении. И плюс к тому, эти еще колеса, эти глаза, это сияние, эти молнии. Вот такого слава Божья. Вот ее описать, вот попробуй опиши, увидел такое. Причем тут животные? И крылья, и руки, и глаза, и ступни, как у тельца. И это все как-то вот, вот такое все необычное, потому что слава Божья, она не может быть описана обычным языком. Поэтому здесь вот такое наличие всего и сразу. Потому что, если приходит слава Божья, то там есть и агнец, там есть и лев, там есть и телец, там есть орел, там есть летающий, там есть топчущий, то есть все есть в этой славе. Там есть такая многогранность Божьей природы. И вы знаете, когда он во второй главе говорит, такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал голос глаголища. Он сказал мне, сын человеческий, встань на ноги твои, я буду говорить с тобой. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои. И я слышал говорящего мне. И он сказал мне, сын человеческий, я послал тебе к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их, изменники предо мной до сего самого дня. Вы представляете, для чего была слава дана? Чтобы отправить к изменникам, к отступникам. Но отправить с каким-то особым словом, которое может их остановить. Хотя дальше он говорит, они народ мятежный, они тебя не будут слушать, но ты все равно говори. Я думаю, что что-то похожее сегодня мы сейчас говорим о славе Божьей, чтобы она пришла. Вы знаете, друзья, если бы Господь сейчас скрыл все компромиссы в церкви. Я сейчас не говорю об обществе. В церкви, которая именуется его именем, находящейся в разных зданиях, в разных районах, в разных местах, вот это то, что мешает славе Божьей прийти. Потому что если слава явится, то это все вскроется. А Господь не хочет, во-первых, позора своему народу, а во-вторых, Он не хочет, чтобы пришло полное разорение. Поэтому сейчас Он дает еще время на то, чтобы отделять одно от другого. И Он говорит, а ты будешь говорить, ты мой молот, разбивающий скалу. Я отдаю тебе это слово. И поэтому я хочу, чтобы сейчас мы с вами могли помолиться вот о том обществе. Вы знаете, кто может заступаться за общество? Не тот, кто в болоте сам, а тот, у кого ноги на скале. Вот если сам в болоте, ты можешь кричать, как все в этом болоте, но помочь ты не сможешь. И поэтому Господь сначала хочет утвердить церковь твою, пробудить свою церковь, открыть небо над этой церковью и потом вытащить тех, которые оказались в болоте. Поэтому я хочу сейчас ходатайствовать за нашу страну, за наш город. И, соответственно, мы сейчас встанем в круг. Встанем, будем молиться с учетом того, что мы возьмем вот в эту цепь живых отношений с Богом каждого человека, чтобы никто не остался вне этого круга, а мы, наоборот, заберем всех, кому надо сейчас подняться, как народу многочисленному и сильному. И вот, ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твоей и съешь, что я дам тебе. И увидишь, и увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной, и вот свиток написано было внутри и снаружи. И написано на нем плач, стон и горе. Я верю, что у нас есть возможность заменить эти слова. Потому что мы сейчас не просто констатируем факт, а мы просим, чтобы пришло милосердие, покаяние и слава Божия. Не плач, стон и горе, а что вот эта атмосфера, которая, наоборот, просто вбросит людей в жажду по Богу. Чтобы ни один человек не остался в стороне. И поэтому вот тот свиток, который надо было съесть из Акиилю, вот представьте, он только видит это величие, вот эту славу, а ему говорит, съешь вот этот свиток, плач, стон и горе. Вот это настолько разные, полярные совершенно вещи, но у Бога есть какие-то свои в этом смыслы. Почему это надо было делать пророку? Потому что потом он увидел и кости сухие, которые надо оживить, потом он увидел и реку, которая течет из-под порога храма, вот куда он потом пришел. И поэтому мы сегодня тоже хотим не остаться там, где плач, стон и горе, не просто смотреть, как гибнут люди, а заступиться за них сегодня. И у нас есть это удивительное право сегодня волновать небеса своим неравнодушным отношением. Когда мы молимся, то успокаиваются бури и мятежи в народах, когда начинают оказываться, ну, казалось бы, превосходство там одних над другими, но Бог все успокаивает, устанавливает, потому что есть молящиеся, есть неравнодушные люди. Давайте сейчас встанем. Вы знаете, то, что мы сейчас делаем, это мы ставим так ангелов, а вот это Божий покров, который будет покрывать, сначала уберет всякую тьму и мрак, а потом покроет головы и сердца, и сознание людей. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы говорим, ангелы Божьи, встаньте по границе этой земли, встаньте там, где когда-то дьявол мог распространять бунты, распространять позор над этой землей, распространять неверие и невежество, но мы полагаем предел этой тьме, и мы говорим, дальше не пройдут воды возмущения. Господь, я благодарю Тебя, что мы сейчас останавливаем то, что называется бунтами и снизу, и гордостью сверху. Мы сейчас вот эти противоречия нейтрализуем мечом Твоего слова, потому что Ты сказал, будет вам, что вы скажете, и мы сейчас говорим, правительство обращает внимание на интересы народа. Во имя Иисуса Христа сердца правителей поворачиваются к людям, живущим в этой земле. Господь, мы сейчас просто обязуем это сделать, потому что мы Твой голос на земле, и мы сейчас благословляем тех, кому необходимо принять это слово в свой дух и встать пред Тобой, понимая, что они всего лишь взяли этот жеребий от Твоей руки. Поэтому, когда-то Ты вышел на выхода носуру своими путями, когда-то Ты остановил Волтасара совсем другим путем, когда-то Ты заговорил с Киром и дал ему это обетование, и потому Ты знаешь, какое слово сегодня принадлежит к правителям России. Господь, поэтому мы сейчас его берем с неба и отправляем туда, в кабинеты власти, отправляем туда, в Кремль, отправляем в Белый дом, отправляем туда, где находятся спальни царей, где находится место их обитания, но мы туда посылаем это слово от царя царей. Обратите сердца к Богу и к народу. И мы сейчас берем эту страну в этот круг. И мы говорим О, Россия! Слушай Слово Господне! О, Россия! Слушай Слово Господне! Рейзер, жители России, прислушайтесь к набату божественного голоса. И мы сейчас все встаем на колени перед Тобой, Господь, в этой молитве. Мы приносим покаяние за эту землю. Мы приносим покаяние за ее историю. Мы приносим покаяние за ее современность. Мы приносим покаяние за коррупцию. Мы приносим покаяние за всякий брак, произведенный в любом действии. Прости, Господи, эту землю. Прости, Господи, эту землю. Прости, Господи, эту землю. Прости, Господи, прости и смой этот грех со страны нашей. Майгута Лапарта, Равира Кирата, Кледа Бластас, смой то, что еще не было смыто. Люмина Камана Гитули Лаварта, Рубира Пребата Кула, Лапарта Рота Сара Меркрайс. Но сейчас, Господи, мы в этой молитве говорим, защити этот народ и выйди навстречу своей милостью. Майгута Лапарта, Рота Сей, развейте тучи, которые сгустились, и все, что начинает вызывать, вызывать твой суд, на дела народов, населяющих эту землю, отстрани, Господь, этот суд и замени на милость. Ты любишь миловать, любимый, ты любишь миловать, ты любишь спасать. Поэтому мы просим тебя, как когда-то Авигея заступилась перед Давидом. И мы сейчас выступаемся, принося смоквы, принося все, что есть у нас, и говорим, Господи, помилуй, помилуй эту землю, яви свою славу, яви свою славу, которую видел когда-то Иезекииль, яви эту славу так, чтобы люди поклонились тебе, чтобы люди увидели в этой славе могущество и многогранность своих возможностей, чтобы все, что было за кадром, оно теперь явилось в кадре, чтобы люди увидели Бога Творящего и преклонили свои сердца, преклонили свои колени, преклонили родами, преклонили своими талантами, поклонились тебе, Господь. И я благодарю тебя, Господи, что ты построил покров этими молитвами, ты построил покров над страной нашей, ты построил этот покров, слава тебе за это, слава тебе, Равира Фруда, Рапарта, Рота Кребета, Мы благословляем тебя, Россия, встать под этот покров, мы благословляем тебя, страна, встать под этот покров, покров Бога Живого, покров имени Высокого Бога, о май гута, Лапарта, Равира Пирата, Рота Сбексет Клайзер, и я благодарю тебя, Дух Святой, я благодарю тебя, Равира Прайса, Лапарта, Рота Садамир Крутосон, я благодарю тебя, Господь мой, я благодарю тебя, что у нас есть это привилегие сегодня, высвобождать ту силу, которая была удержана, высвобождать ту силу, которая была задержана когда-то. Май гута, Лапарта, Рота Сара, Беркестес, я благодарю тебя, Господь, я благодарю тебя, что мы сейчас, твой народ, открытый для твоей работы, открытый для твоей славы, и потому говорим, страна наша, Мы тебя вводим под покров всемогущего Бога и говорим, живи под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покойся во все дни жизни твоей. Говори Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя. Под крыльями его будешь безопасна, щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подли тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказала, Россия, Господь, упование мое, Всевышнего избрала ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло и язва, не приблизиться к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедует о тебе страна моя, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею на аспида и Василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона за то, что возлюбила Россия Господа, избавит ее, защитит ее, потому что она познала имя твое, взывает к тебе, и ты слышишь ее. С нею ты в скорби, избавишь ее и прославишь ее. Долготою дней насыщешь ее и явишь ей спасением твое. Господь, спасибо тебе. Ты знаешь, как ты это делаешь. И мы говорим, поднимите сейчас покров наверх. И мы сейчас говорим, входи. Входи, Россия. Входи, пройдите сейчас все вот так. Проходи, Россия, через Божий покров. Проходи, Россия, через Божий покров. Господь, я благословляю, чтобы сейчас Россия прошла через покров Твой, чтобы осталась она всегда под этим покровом, чтобы не приключилось ей зло, чтобы слава Твоя просто накрыла этот народ. Накрыла Твоя слава. Накрыла Твоя слава. Накрыла Твоя слава. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Вам лучше туда идти, чтобы нам круг замкнуть. Туда. Господь, я благодарю Тебя, чтобы эту страну сейчас принесли на руках молитвы. И она под покровом Твоим покоится. Ломана Кира Верата Прейсер. Все, что невозможно человеку, возможно Богу. Возможно Богу. С целой страной совершить чудо. С целой страной совершить преображающие процессы. Потому что невежество и неверие мы отсекаем мечом. Когда подходили к этому покрову, отсекали мечом. Все то, что было проклятиями, все то, что было невежеством, все то, что было противостоянием, все то, что было атеизмом и коммунизмом, всякими измами, гуманизмом. Во имя Иисуса мы все это отсекаем, мы все это отсекаем, мы все это отсекаем и говорим, во имя Иисуса Христа, сюда никакая природа врага не пройдет, опускайте теперь покров, опускайте, потому что сейчас этот покров закрыт для врага, закрыт для врага, и ты сюда не можешь не кинуть стрелы, ты не можешь сюда зайти, ты не можешь здесь разорить Божью волю, ты не можешь здесь разорить Божий народ, ты не можешь, потому что Бог царствует среди этого народа, потому что Господь захотел явить славу Свою среди этого народа. И то, что видел в языке Иль, мы вызываем эту славу на землю. Мы вызываем, чтобы горе, стоны, слезы заменить на радость избавления, заменить на прощение грехов, заменить на славословие Господу. Во имя Иисуса Христа мы делаем это Божие, потому что на Голгофе обмен состоялся. И мы сейчас берем российские грехи и отдаем на Голгофский крест. Мы сейчас берем невежество народа и отдаем на Голгофский крест. Мы берем сейчас всякое противостояние небу и отдаем на Голгофский крест. Мы берем всякую гордость и надменение земли нашей и отдаем на Голгофский крест. Мы берем всякое противостояние небу и отдаем на Голгофский крест. Но назад берем принятие, прощение грехов, свободу от всякого беззакония и проклятия. Мы берем, Господь, диадему славы Твоей, чтобы она проявилась на земле в обновленном разуме. О май гута лапарта, равира, креда, бласта, смолеклида, фрайзер, Россия, ты надобна Господу, Россия, будь дочерью света, Россия, будь славной, славной, славной Божьей царицей. О май гута лапарта, равира, герата, кледа, бласта, бласта, фрайзер, чтобы возвратились Тебе былые возможности, возвратилась Тебе былая слава, возвратилась широкая душа Твоя и гостеприимство, которое не будет иметь никакого подвоха. Господь, мы сейчас вырываем всякие насеянные дьяволом плевелы и говорим, ангелы, осуществите это по слову молитвы, осуществляйте плевелы, которые залегли где-то глубоко в корнях. Вытряхайте, вытряхайте эти присутствия всякой нечистоты, вытряхайте с корней России, вытряхайте, вытряхайте, вытряхайте все то злое, что было подкинуто туда, вытряхайте, Всяких жуков и червей гусениц, вытряхайте, всякие змеиные яйца, вытряхайте, вытряхайте, Слава Тебе, слава Тебе, что мы стряхиваем с краев земли, мы стряхиваем нечестие, мы стряхиваем беззаконие, мы стряхиваем безумие, мы стряхиваем невежество и неверие, мы стряхиваем проклятие, мы стряхиваем насилие, мы стряхиваем ложь, мы стряхиваем коррупцию. Вместе с основаниями, с корнями Мы все это сбрасываем с Тебя, Россия Романа Габа, Такура, Равира, Престас, Плайс Все, что вызывало гнев Небесного Отца и Творца Твоего Мы сбросили преисподние места Майкута Лапарта, Рота, Крайзер Но кровь Христа призываем на Тебя, страна Омойся в крови Иисуса Омойся в крови Иисуса Омойся и войди в оправдание Аллилуйя, Майкута Лапарта, Рота, Сан И входи в свое призвание Переодевайся, страна Переодевайся в одежды чистые, светлые Переодевайся Омой Гута Лапарта, Равита Креда Блессер Благодарю Тебя, любимый Благодарю Тебя, что мы делаем то, что нам поручено Тобой А Ты осуществи это Потому что когда-то Ты сказал Возьми пояс и положи его в землю Господи, но сейчас Мы говорим во имя Иисуса Христа Не надо этим покрывалам Сейчас гнить в земле А наоборот, они принимают сейчас Твое прикосновение славы Потому что Ты захотел преобразить эту землю Ты захотел сменить суд на милость Ты захотел освободить народ От последствий беззакония И я благодарна Тебе, что в Твоем Отцовском сердце есть то, о чем Мы Тебя просим Поэтому мы сейчас заступаемся, как когда-то Заступился Аарон и Моисей И мы сейчас заступаемся за эту землю Господи Боже, как когда-то Ты воздвиг прямо в центре Египта Своего представителя Иосифа Поэтому в центре системы Вавилона Воздвигни, Господь, Твоими делателями Тебе трон О, Гуд лапсет плайс И воссядь на этом троне Воссядь на этом троне, любимый Воссядь, мой драгоценный Благодарю Тебя, Господь Благословляю Тебя И ангелов Твоих Пойти сейчас По всем кабинетам власти По всем городам Поселкам Господи Пойди Пойди, любимый Пойди Потому что когда Ты встаешь От престола славы То молнии начинают сверкать Громы начинают провозглашать Господь Сойди с высоты на землю И яви свою славу Дух Святой Мы с Тобой в сотрудничестве Мы в заветных отношениях С Тобой, любимый Папочка Я благодарю Тебя Что мы сейчас говорим И освобождаем на Россию То Слово, которое Ты оставил нам Через Моисея Как благословлять народ И мы говорим Россия Благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Презрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Обратит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе Шалом Давайте утвердим это Утвердим Слава Богу У кого-то есть Если слово Какое-то благословение Для России Можете сказать Шалом Хорошо, Владимир Шалом Ещё Будет Господь Вождём Твоим Всегда Я просто озвучиваю Чтобы мне нести микрофон Божий порядок Во всех сферах Общества Свет Ты можешь сама сказать Свет во тьме Да светит Над Россией Тьма Его Объять Не может Аминь И ещё скажем Господь Да запретит Тебе Сатана Избравший Нас Наследие Себе Да погибнут Враги От укора Твоего Господи Я запрещаю Всем ветром И штормам Врага Посланным Против Моей земли Запрети Отряду Копьеносцев И стаду Быков До тех пор Пока они Не покорятся Запрети Устремившимся На нашу землю И да Убегут они Запрети Пожирающим Ради Имени Твоего Которая На нас Запрети Коню И колесницы И да Впадут Они В крепкий Сон Я запрещаю Всякому Нечистому Духу Который Пытается Действовать Против Моей жизни Против Церкви Против Города И против Страны Я запрещаю Гордым Духом Распространять Проклятие И инфекцию Гордости И надмене Я Восвобождаю Яростное Наказание Над врагом Дыхание Ноздрей Твоих Господь Да Запретит Врагу И Пламенем Твоим Пожри Его Корни И ветви Да Побегут От угрозы Моей Тысяча И десятки Тысяч Запрети Всякому Морю Которое Пытается Накрыть Жизнь Этой Земли Дьявол Я запрещаю Тебе Во имя Иисуса Христа Замолчи И выйди С территории России Со всеми Твоими Атрибутами Во имя Иисуса Христа И ангелы Бога Живого Идут В Твои Штаб Квартиры И забирают Все трофеи Которые Были Украдены И забраны У Божьего Народа В этой Земле Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Реки Воды Живой Реки Воды Живой Это Дух Святой И он В город Пошел Реки Воды Живой Реки Воды Живой Реки Воды Живой Это Дух Святой Наполняй Сердца Реки Воды Живой Реки Воды Живой Реки Воды Живой Это Дух Святой Он Дышит Реки Воды Живой Реки Воды Живой Реки Воды Живой Это Дух Святой Живой Реки Воды Живой Реки Воды Живой Реки Воды Живой Это Дух Святой Сердце Чистое Сотвори Сотвори Во мне И Своею Живою Водой Сердце Мое Омой Сердце Чистое Сотвори Во мне И Своею Живою Водой Сердце Мое Омой Реки Воды Живой Реки Воды Живой Реки Воды Живой Это Дух Святой Он Проходит Через Нас Реки Воды Живой Реки Воды Живой Реки Воды Живой Это Дух Святой Господь Я благодарю Тебя Мы высвобождаем сейчас эту силу реки Берущее начало из-под порога храма Мы принимаем эту реку, которая проходит через наши сердца И мы становимся руслом для этой реки Мы принимаем потоки Твои, которые делают нас чистыми, светлыми, свежими, окрыленными Господь, я благодарю Тебя, что мы в этом нуждаемся, чтобы все системы органов получили сейчас обновление Мы принимаем целостность нашей личности Господь, я благословляю сейчас Ирину, с которой мы сейчас разговаривали, и Олесю Каждую ситуацию, которая была представлена пред лицо Твое Я просто вручаю Тебе и говорю, Господи, у Тебя выход, у Тебя решение, у Тебя прорыв, у Тебя победа, у Тебя результат А у нас, Господь, молитва идущая в небесный престол Я благодарю Тебя, Дух Святой Я благодарю Тебя, что в нас Дух живого Бога Я благодарю Тебя, что на нас печать Твоего благоволения Я благодарю Тебя, что в нас власть Твоя, которой мы можем сейчас выходить за пределы того, что видят наши глаза Потому что наш Дух больше, чем тело Наша душа больше, чем тело И мы сейчас можем перемещаться в любые точки нашей жизни И в истории, и в настоящем, и в будущем И уже там наводить Твой порядок Я благодарю Тебя, Господи Я благодарю Тебя, что мы можем благословлять предстоящее служение воскресное Потому что оно уже пред Тобою есть Оно уже пред Тобою созидается И мы Его благословляем во имя Иисуса Христа Потому что Ты сказал, когда Вы сходитесь, то у каждого из Вас есть И пусть, Боже, каждый приходит с Твоим откровением Каждый приходит с Твоим помазанием Каждый приходит с Твоей мерой благодати и благоволения Я благодарю Тебя за это, Господь Что мы можем сейчас уже благословлять тех, кто будет петь Кто будет говорить, кто будет молиться Кто будет играть, кто будет поклоняться, танцевать Господи, мы каждого передаем в Твою руку И говорим, пусть будут трубы и рихонские Пусть поднимаются, Господь, Твои потоки И сверху и снизу соединяются Боже, благодарю Тебя Благодарю Тебя Что эти волны Твоего присутствия Они будут подхватывать каждое движение Будут подхватывать каждый звук И мы сейчас уже благословляем Единством Духа и Союзом мира Мы благословляем сердца Мы благословляем людей, которые придут Мы благословляем, Господь, атмосферу Чтобы она была свободна от заразы Свободна от всего того, что навязано в этом мире О, Господь, спасибо Тебе, родной Спасибо Тебе, любимый Спасибо вечный Во имя Иисуса Христа Аминь Вы знаете, мне прислали одно видео Которое связано с тем, что адвокаты Германии Объявляют сейчас некоторый такой старт своей работы К тому, чтобы преступления против человечества Назвать те меры, которые были применены За этот период И они там дают уже серьезные очень аргументы И аргументы по результатам, соответственно Аргументы, потому что эти меры никого не сохраняли А только усиливали страх, панику и последствия И так далее Я хочу помолиться за этих адвокатов Чтобы дал им Господь способность Обнаружить любую ложь врага Вот сейчас Лариса правильно сказала Говорит, я не верю, чтобы во всем мире Не было против этого явления никаких инструментов Ну просто не может быть Это не какая-то даже чума того времени А это просто всего лишь Кто-то говорит вирус, кто-то бактерия Но в любом случае это то, что решаемо Ну не может быть такого, чтобы это не решалось Просто свои методы предлагают Которые опять запугивают Которые опять приводят человека в панику То вот это все уже дьявольские инструменты Потому что у дьявола есть два инструмента Которыми он постоянно пользуется Это страх и ложь И вот тут налицо и одно и второе Поэтому нам надо ударить по этим тонким ногам И стуканам И соответственно, друзья Он сказал Мало того, что ты будешь рабом моим Для восстановления колен Иаковлевых И для возвращения остатков Израиля Но я сделаю тебя светом народов Чтобы спасение мое Простерлось до концов земли Церковь, Божий народ Светом для народов Чтобы о спасении сказать людям Не о спасении даже в вечности Только о спасении здесь Есть спасение из этой ситуации Есть выход из этой паники Чтобы туда не впасть, во-первых А во-вторых, еще и другим помочь Так говорит Господь Искупитель Израиля Святой Его Презираемому всеми Поносимому народом Рабу властелинов Цари увидят И встанут Князья поклонятся ради Господа Который верен Ради святого Израилева Который избрал тебя Так говорит Господь Во время благоприятной Я услышал тебя В день спасения помог тебе Я буду охранять тебя И сделаю тебя заветом народа Чтобы восстановить землю Чтобы возвратить наследникам Наследие Опустошенное Сказать узникам Выходите Вот сейчас мы это сделаем Всех узникам Кто оказался в панике В страхе Кто живет Сейчас боится На улицу выйти Вы знаете Есть некоторые люди Которые по полгода сидели дома Это вообще Это просто Ну настолько Вот эта социальная изоляция Это еще одно преступление Еще один пункт О котором они говорят Потому что По сути сделали одиночные камеры Для людей Которые Не предназначены Так жить Это не мыши в норах В норах Они и то лазают где-то А тут люди сидят И уже становится Действительно Психика начинает двигаться От этого Поэтому Важно заступиться За этих людей Сказать Выходите Узники Выходите Интересно А тем Которые во тьме Покажитесь Они при дорогах Будут пасти По всем холмам Будут пажать их Не будут терпеть Слышал Господь Народ свой И помиловал Страдальцев Своих Часть пропущу Возведи очи твои Посмотри вокруг Все они собираются Идут к тебе Живу я Говорит Господь Всеми ими Ты обличешься Как убранством И нарядишься Ими Как невеста И будут цари Питателями твоими Царицей Кормилицами Твоими Лицом до земли Будут кланяться Тебе Лизать прах ног Твоих И узнай Что я Господь Что надеющийся На меня Не постыдится Может ли быть Отнята У сильного Добыча Могут ли быть Отняты У победителя Взятый в плен Да Всего-то Да То есть Такие вопросы Большие Кажется А как А что Да Вот этого Достаточно Потому что Бог говорит Мое Да Это да 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 И нет Нет И у вас Пусть будет Так Мое Да Я сказал Может быть Отняты Поэтому Сражайтесь И я уже Вам дам Так Говорит Господь Плененные Сильным Будут Отняты Добыча Тирана Будет Избавлена Потому что Я буду Состязаться С противниками Твоими И сыновей Твоих Я спасу И притеснителей Твоих Накормлю Собственной Их Плотью И они Будут Упоены Кровью Своей Как Молодым Вином И всякая Плоть Узнает Что Я Господь Спаситель Твой И Искупитель Твой Сильный Иаков Я просто Хочу На тех Которые Отдали Себя На преступления Против Человечества Чтобы Господь Сегодня Ночью К ним Пришел Поэтому Давайте Мы в этом Согласимся И просто Сейчас Пошлем На эти Места Где бы Они Не были С какой Бы Страны Мы Не будем Сейчас Экспертами В их Адрес Бог Точно Знает Откуда Вышли Эти Вещи Драгоценный Господь Ты знаешь Что у нас Святая Досада На то Что мы Видим Слышим Или Чувствуем Мы Не хотим С этим Оставаться Мы Не хотим С этим Жить Мы Не хотим Видеть Как люди Живут В панике Поэтому Мы Говорим Выходите Пленники Выходите И покажитесь Те Которые Оказались В узах Во имя Иисуса Христа Господь Мы Сейчас Возвышаем Свои Голоса И говорим Зайди В спальне Тех Людей Которые Отдали Свои Тела Сегодня Для того Чтобы Преступление Против Человечества Подняло Голову И так Надолго Мы Не согласны С этим И полагаем Предел Этой Тьме Полагаем Предел Всякого Рода Давлению На Личность Давлению На Психику Давление На Социальное Положение Господь Мы Молимся Потому Что У нас Есть Сегодня Возможность Твое Слово Взять И Сказать Вот Оно Вот Написано Пленники Выходите Выходите Устники Покажитесь Поэтому Мы Сейчас Говорим Выходите Те Которые Оказались Под Давлением Тирана Потому Что Ты Видишь Господи Как Много Простодушных Людей Которые Доверяют Сегодня Этим Указом Которые Доверяют Сегодня Этим Действием Или удар По ногам Камнем Твоим Именем Твоим Словом Твоим Мечом Обоюдо Острым Во имя Иисуса Христа Чтобы Этот Истукан Рухнул Год Фактор Я Восвобождаю Твою реку Я Восвобождаю Твою реку И твой поток Дух Святой Слава тебе Слава тебе Родной Слава тебе Вечный Слава тебе Потому что Ты задал Эти вопросы Может ли Быть Отнята У сильного Добыча О май гад Оловина Пласта Сантелек Лайзер И может ли Высвободиться Тот Кто был Пленен Да Потому что Ты сказал Я буду Сражаться За сыновей Твоих Господь Выйди На сражение Выйди Сейчас Прямо На эти Сражения Войди В эти кабинеты Войди В эти спальни Войди В эти особняки Войди В эти дворцы Войди В эти укрепленные Крепости Которые Кажутся Что я Обезопасил Себя Но ты Сказал Это Ты Так Думаешь Что ты Себя Обезопасил Но я Войду К тебе И Изобличу Тебя Комана Хабата Кита Раперта Равира Пирата Креста Сангули Плай Довикита Плайзер Романа Кита Витали Колопарта Равита Прей Да Войдут Господь В результаты Своего Оружия Равира Герута Карапрай Дагерута Рейтер Те Которые Стали Противостоять Всему Человечеству Те Которые Подняли Свою Вию Против Творца Да Встанут Они На суд Перед Тобою Равита Гута Лап Сет Плай Дагет Туре Аропар Таравира Герата Креда Каратан Даглос Тасан Каман Агита Лайзер Потому что Ты Сказал Мне Отмщение Я Воздам Говорит Господь Воздай Бог мой Воздай Твое Отмщение Никто Не может Отменить И наша Борьба Не против Плоти Но мы Сейчас Идем Против Этой Нечистой Природы Которая Стоит За Этими Людьми Поэтому Пусть Боже Отделена Будет Эта Природа А их Дух Встрепенется От того Что Они Натворили Ромена Гата Виталия Калапар Таравира Герата Крестас Антули Клай Вак Тадестас О май Где Каким Образом Оказались Эти люди Заложниками И жертвами У врага Во имя Иисуса Христа Кто Продал Ему Душу Пусть Твой Меч Пройдет И Отделит Эту Природу Потому Что Мы Заступаемся За человечество Зная Что Там Положена Была Огромная Цена Христом Иисусом И Потому Ты Сказал Я Буду Сражаться Ром И Мы Сейчас Высвобождаем Твою Силу Сражайся 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 Кровью Христа Сражайся Словом Твоим Сражайся Молитвой Церкви Сражайся Духом Сражайся Ангелами Сражайся Всеми Инструментами Которые У тебя Есть Господь Для этого Последнего Времени Благодарю Тебя Дух Святой Благодарю Тебя Родной Камона Могу Благословить Твоим Благословением Твоим Благословением Тех Кто Сегодня Оказался Под давлением Злых Планов Господь Приди На территории Таковых Домов Приди На территории Государств Приди На территории Городов Ты видишь Боже Что люди Устали От закрытых Границ Устали От закрытых Пространств Устали От этого Боже Поэтому мы Просим Тебя Приди Сейчас По этой Молитве И разорви Эти цепи Разорви Эти оковы И мы делаем То, что мы можем Со своей стороны А ты Приди Сверху Господь Своей властью Слова И освободи Узников Атаков Комена Гата Лапарта Равита Кирата Кэста Сантели Клайзант О Дух Святой Спасибо Спасибо тебе Родной Потому что Ты на самом деле Тот Кто был Кто есть И кто грядет В твоей власти В твоей власти В твоей власти Господь Навести порядок Там Где сегодня Просто мрак И тление Но я благодарю Тебя Боже Я благодарю Тебя Что ты сказал Падут возле тебя Тысячи И десять тысяч А к тебе Не приблизиться Но мы хотим Заступиться И за эти Десять тысяч Мы хотим Заступиться За тех людей Которые тоже Оказались под давлением Но не знают Куда бежать Не знают Куда идти И не знают Кому теперь доверять Потому что Все пошатнулось И от этого Когда шатается Все под ногами Когда шатается Все вокруг Люди Оказываются В этой панике Господь А мы панику Останавливаем И мы говорим Стоп Остановись Страх и паника Мы тебя не пускаем В общество Мы тебя не пускаем В город Мы не пускаем На территории Своих судеб Мы не пускаем Тебя паника Мы не пускаем Тебя вон Во имя Иисуса Христа С улицы С атмосферы города Чтобы люди Не дышали Паникой Чтобы люди Не дышали Сквернословием Чтобы не дышали Болезнями Во имя Предзнаменование Погибели Господь Я благодарю Тебя А нам Ты предлагаешь Восклонить головы И возвать К Тебе И мы это делаем Мы делаем В эту ночь Мы принимаем Твои благословения Мы благословляем Воскресное служение Потому что Мы продолжаем Тебе поклоняться И мы благословляем Чтобы в церкви Люди были под особой Защитой Под покровом Твоих крыл Я благодарю Тебя Господи И мы благословляем Малолетних и старцев Мы благословляем Всех людей Которых Ты подарил Нам Господь Я хочу также Благословить Это путешествие Своей жизни Сейчас Когда мы поедем Боже Я благословляю Эту дорогу Я благословляю Время пребывания Я благословляю Каждую деталь Этой поездки Я благословляю Потому что Знаю, что Ты Господь Даешь нам Благоприятное время И пусть оно будет Действительно благоприятно Со всех сторон Огради И охрани От любых Известных Или неизвестных Опасностей Господи У Тебя Есть Ведение Стопроцентное Поэтому Боже Стою сама Благословляю Сергея и себя Благословляю Господь Галину Васильевну Которая тоже поедет Надя Которая там уже Находится Благословляем Во имя Иисуса Христа Ларису Которая там В разных местах Мы просим Тебя Чтобы Твой покров Был над каждым Мы молимся Чтобы защита Твоя Была всецела На входе и выходе Мы принимаем Твое благословение И я благодарю Тебя Боже Что в это тревожное время Мы можем оставаться В покое Мы можем оставаться Под Твоим покровом И знать Что Господь Предназначил нам Силу Господь Предназначил нам Охрану Господь Предназначил Нам восстановление Господь предназначил, а Твое намерение никто остановить не может. Слава Тебе за это. Слава Тебе за это, любимый. Господь благословен Ты. Благословены Твои планы о нас. И мы просто кланимся Тебе. Поставь печать на каждое слово, на каждую молитву, на каждое движение Твоего Духа. Печать благоволения, печать к исполнению, печать к результату. Да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова